Разошло обрушение частичного здания. Формируются две группы для разведки. Внутри здания и снаружи помещения. По легенде, в одно из зданий спорткомплекса попал артиллерийский снаряд. На место оперативно прибыл аварийно-спасательный отряд муниципального центра гражданской защиты. Спасатели приступили к поиску и эвакуации пострадавших. Как нужно действовать в такой ситуации? Глава муниципальных образований, руководительным служб гражданской обороны тем, кто отвечает за безопасность на местах, наглядно показали муниципальные службы городского округа Щёлково. Универсальный спорткомплекс Подмосковья стал площадкой для проведения областных практических занятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. Такие масштабные учения с участием городских служб прошли в регионе впервые. Большая подготовительная работа и организация мероприятия выполнена под руководством главы округа Щёлково Андрея Булгакова. Манеж спорткомплекса Подмосковья на несколько часов превратился в приёмный эвакуационный пункт. В нём были созданы все условия для размещения людей, блоки для оказания медицинской и психологической помощи, отдыха и приёма пищи. Благодаря волонтёрам городского округа учения удалось сделать максимально реалистичными. Основная цель – это провести занятия с эвакуорганами. Первая задача защиты населения территории – это обучение. Потому что без подготовки трудно будет что-либо сделать во время часа. Мероприятие это проводится в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации и решения губернатора Московской области и оперативного штаба, который он возглавляет. Необходимо на практике отработать те мероприятия, которые нам предписаны планами по гражданской обороне. Мы поэтому пригласили представителей всех муниципалитетов, чтобы воочию они посмотрели, как это должно быть организовано. На открытой площадке спасатели продемонстрировали работу санитарно-обмывочного пункта. Такие организуют в местах заражения, в палатках, оснащённых собственными источниками электроэнергии и тепла, душевые, пункт выдачи чистой одежды, медпункт. А так выполняется санитарная обработка транспорта челочным раствором. Очень полезно. Кроме того, что оно хорошо организовано, несёт в себе большую практическую пользу с точки зрения отработки тех мероприятий, которые здесь сегодня демонстрировались. Если кратко подытожить, однозначно, всё чётко, конкретно, по существу и без воды. Крайне полезно, крайне нужно. Чётко и щёлково показало, что в очередной раз мы не первые во всех отношениях. Отлично сработали мои ребята и отлично сработал весь коллектив администрации городского округа Щёлково и тех подразделений, тех предприятий, которые входят в состав гражданской обороны. Михаил Налётов, Виктория Мельник, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Сергей Максимов. Щёлковское телевидение.